всем привет приветствую в люди просили сделать обзор на этот прицеп который за нами стоит отечественный прицеп grasshopper кузнечек 390 модель вот попытаемся сделать обзор обзор будет говорить вот владелец илья рассказывать как человек который уже с ним поездил несколько тысяч километров пропутешествовал в этом году ну и вот расскажет может быть нам в основном критические замечания потому что положительных отзывов в сети достаточно и от производителей и там рекламные всякие мы хотим сделать обзор со стороны человека который его эксплуатирует прежде всего я бы конечно хотел похвалить производителя данного прицепа grasshopper мне на самом деле здесь нравится очень многое наверное больше чем то что не нравится а то что не нравится это скорее всего замечания которые ну я надеюсь производитель все таки исправит первое что меня конечно немножко убило первой же поездки когда я гнал из москвы в екатеринбург этот прицеп когда решил в нем переночевать кульчил печку это была ранняя весна и было прохладно спать было невозможно вы уже видели что насосик стоял прямо на корпусе и когда спишь был прямо грохот и это было очень неприятно но спать практически нереально роман переделал насос на раму к тому же все это было через дополнительные демпферные устройства и конечно сейчас стало ну его слышно но уже не так то есть спать уже можно печка шумит как вы слышите но это все уже такое терпимые вещи и проложили более удачно кабель с топливом вот тот ящик или как его назвать там кофр бокс тоже был совершенно неудобный потому что ну в него практически ничего положить нельзя было он был симпатичный но не очень функциональный поэтому сейчас как раз мы хотим переделать на более вместительный более функциональный бокс в котором ну я планирую так мы еще будем думать хочу поместить большой аккумулятор литий фирм полимерный чтобы допустим прямо отсюда можно было на стоянке когда мы останавливаемся можно было его вынуть где-то зарядить чтобы кабеля не тянуть и если собираюсь поездку мы обратно ставим быстро съемами закрепили есть уже напряжение более такого большего объема потому что потребитель очень много начиная с печки заканчивая холодильником светом ну и какими-то там вещами типа микроволновки то есть она тоже нужно в поездке поэтому будем переделывать следующий момент это отсутствие тормозов ну ребята это конечно полный трэш то есть они как бы есть тормоз наката но чтобы с этим тормозом наката нормально можно было маневрировать нужно вставлять вот такой болт это тоже сделано романом чтобы его ставить нужно остановиться выдернуть ручник отъехать распустить не знаю как это объяснить то есть расслабить прицепной раздвинулась до чтобы вот это все разошлось после этого только можно всунуть болт болт сунул можно вставать двигаться задом ну это это очень неудобно тем более если ты где-то в пробке попал впереди машина сломалась и на сдать назад ты это сделать не можешь ну ладно в городе он 750 килограмм можно заранее крепить этот болт бог с ним но городу ездить болтом постоянно да болтом постоянно но где-то вот все таки где-то что-то на гололеде зимой потому что все таки прицеп подразумевает и зимнюю эксплуатацию но хотя бы в холодную погоду около ноля может и быть и гололед но я так планирую и мне конечно же вот тормоз наката он бы очень сильно пригодился но его здесь нет ступицы восьмерочные не знаю почему нельзя сделать допустим вариант прицеп напомню что стоит 2 миллиона 100 почему не сделать вариант если я заплатил 2 миллиона я заплачу и немного больше если вы мне поставите нормальная ступица там от алка или кнота которые будут полноценно работать и как тормоз наката и отщелкиваться когда двигаешься назад крайне неудобная вещь но по передку наверно все то есть мне нужен полноценный здесь бокс мне нужны нормальные тормоза очень неудобно с этой стороны не знаю почему с этой стороны производитель поставил опорное колесо потому что когда я его ставлю на ручник и начиная поднимать то рука здесь не проходит можно посшибать руку ну попробуйте даже вот как как это можно крутить эти рука мне не проходит ну просто трэш какой-то ну это мелочь но это неприятно надо поставить другой стороны тем более там отверстия есть колесо конечно тоже более какое-то надежное стать тем более не есть зачем настолько удешевлять конструкцию что экономить даже на колесе чуть подороже с другой стороны все было бы нормально но это вещи поправимые но тем не менее камень корзину производителя хотел сказать о месте расположения номера на раме вот вин набит сверху почему он набит сверху и зачем непонятно то есть это место которое постоянно заливает в буковках плавает вода и со временем конечно возможно при продаже там или что-то в каких-то манипуляциях придется обращаться в экспертные службы но да тем более если мы его здесь закроем то допустим при перерегистрации прицепа придется этот бокс снимать можно было бы сделать как и все как все сбоку да в остальном нареканий нет тормоз наката работает безупречно тормозит и слава богу вот это такие мелочи но пойдем дальше опорные стойки виде домкратов выполнены в принципе тоже вещь наоборот мне очень сильно конечно нравится потому что выровнять прицеп где-то очень удобно потому что простые кемперские опорные стойки они драться и видны которые опускают они не поднимают а здесь как домкрат можно поднимать ну и вроде как бы и фиксируется в каких-то местах то есть принципе нареканий нет самое хорошее что мне здесь понравилось почему я взял именно эту комплектацию это рычаги по рычагам прямо вот большой респект производителю он на пружинах он очень мягкий хорошие хода подвески в принципе ничто не разваливается вещи по нему не болтаются ну понятное дело что надо все-таки аккуратнее ездить но если я еду по трассе и хочу хотя бы немножко притопить для того чтобы совершить обгон мотать его начинает прямо очень сильно стабилизатор здесь нужен тем более говорю у меня есть опыт у меня на то что он обрессорен у него есть все таки стабилизатор поперечной устойчивости все-таки он нужен как ни крути он нужен да можно ездить тише может быть он не для того предназначен для для поездки по лесам но по трассе то вы рано или поздно все равно поедете и вот это мотыль они из стороны в сторону очень сильно напрягает раскачивает ну правда страшно ну то что прицеп очень высокий боковая парусность большая а если погрузить его еще да и фура которая поехала навстречу она его кренит сильно столик тоже хорошее решение но ключики я потерял сразу может мне их не дали ну не знаю ни разу не пользовался но мне кажется очень хорошая вещь ручка очень сильно нравится замечательное решение подножка у меня уже сломалась но мы ее поправим дверь в отличие от европейцев мне тоже нравится больше это по американскому типу ну и в целом по внешке то все наверное отлично задеть запасное колесо это тоже отличное решение она не мешает она не пачкается сильно но я думаю здесь то наверное уже больше сказать и нечего в целом очень удачное решение по компоновке можно вторую запаску поставить если кто-то сильно увлечен ездой по камням ну вот решили мы не полениться все-таки залезть немножко под рецепт под прицеп хотел бы издалека показать рычаги из рычаги на самом деле сделаны очень очень неплохо видите продольный рычаг стоит амортизатор ограничитель хода в виде ремня и и пружина вот рычаги продольные достаточно массивный подрамник чтобы что-то было видно но как мы и говорили стабилизатора поперечной устойчивости нет хотя я подозреваю установить здесь будет не сложно то есть поперечные силовые элементы присутствуют какой-нибудь подберем то есть болты крепежный на рычагах вот где амортизатор крепится сюда можно что-то сварить и закрепить концы тяги поперечной устойчивости с этому сделаем так ну что вот мы и внутри могу сказать что при нынешней погоде около 0 градусов сейчас минус 2 где-то прицеп прогорелся за 45 минут ну понятное дело стены они еще мебель все это холодная но целом тут уже комфортно уже можно жить градусник показывает 19 и 3 обогреватель выставлен на 25 градусов он к ним стремится да он к ним стремится то есть целом это очень комфортный уютный прицеп герметичный в отличие от европейцев кстати европейцев очень много щелей там постоянно что-то поддувает но это чисто летние то есть если кто-то решил там поэкстрималить и пожить в европейских прицепах зимой то это это действительно экстрим потому что ну удовольствие ниже среднего да потому что как ни крути там нет можно но вот до минуса какого-то небольшого там можно если что-то там серьезно минус 20 наверное вряд ли здесь я думаю что можно будет и в минус 20 на рыбалочку съездить до корпус такой теплоэффективный то есть везде сэндвич экструдированный пенополистирол сделать утеплитель как мы понимаем корпус стеклопластику и то есть стены склеены там видимо какой-то есть деревянный каркас но мы как бы не знаем мы предполагаем и своего опыта только то есть вот это листовой стеклопластик такой же как и снаружи между ними там утеплитель то есть прицеп достаточно неплохо прогревается быстро ну и держит температуру ну и так как мы все-таки решили не хвалебные воды повествовать а замечания сказать то первое конечно что здесь о чем на что хочется обратить внимание то что вывод печки он в салоне 1 и 1 в отсеке душевом отсеке дует он ровно в середину я вот здесь сижу я думаю ты чувствуешь что ноги подмерзают то есть там еще все не прогрелось это надо его вертеть но подразумевается что тут у нас спят дети две кровати здесь взрослые то постоянно крутить эту вертелку то туда то сюда наверное как бы не очень удобно но в принципе конечно мы можем ко всему привыкнуть и люди в избушках жили и печка была в одном месте и топили по черному и топили по черному но все-таки хотелось бы чтобы в таком прицепе тем более есть технические возможности какой-то хоть минимальный но раздув был хотя бы вот в зону входа там должно быть сопла выведена чтобы все-таки на дверь и на кровати на которых спят как предполагается но и мы это будем делать это мы будем переделывать это мы будем переделывать да но самое главное у нас переделка была это заведение внешнего воздуха воздуха да да то есть воздух который попадает в отопитель и который он собственно говоря нагревая он идет не из внутреннего объема прицепа забирается с улицы то есть забирается свежий воздух он нагревается и нагнетается уже в прицеп ну и таким образом происходит вентиляция потому что никаких вентиляционных отверстий здесь практически нету то есть есть люки окна ну как бы зимой их открывать не очень хочется хотя приходится и есть вентиляция в душе но душ у нас закрыт то есть фактически это вентиляция как бы для жилого помещения никакого вклада не дает больше никакой вентиляции здесь к сожалению нету но вот избыточным давлением грубо говоря мы сделали более комфортная жить жизнь тут надо надо просто предположить здесь четыре человека печь которая рециркуляция да тут уровень углекислого газа он моментально и влажность и конденсат и на окнах и на стенах вот илья мне рассказывал что когда на улице холодно прицеп холодный здесь находится четыре человека начинают активно жить взаимодействовать готовить что-то еще выпадает на стенах конденсат и прямо видно где проходят ребра жесткости то есть они более холодные задние части и на окнах до деревянные бруски можно увидеть но соответственно высокая влажность которая никуда не девается это не полезно ни для мебели не для постельных принадлежностей не для матрасов то есть влажность это все мы знаем там грибки и все такое но это уже испытано именно на этом прицепе я уже был около нулевой температуре да и конденсат здесь выпадал поэтому вот забор который мы сделали перед началом сезона с улицы он конечно помогает ну и опять же все мы ездим на автомобилях там с климат-контролями я думаю рециркуляцию внутри салона крайне редко кто-то включает все-таки постоянно идет забор с улицы ну когда я ехал сюда я включил рециркуляцию чтобы быстрее чтобы быстрее да чтобы он не нагревал постоянно отопитель уличный холодный воздух ну да рециркуляция конечно она удобна когда здесь никого нет и надо быстро нагреть это работает безусловно вот в целом то все мне лично мне здесь конечно все нравится то есть есть хороший подогреватель воды работающая 12 вольт отопитель ну может быть не очень удобное расположение может быть надо было где-то его пониже что ли сделать чтобы когда ты спишь можно было управлять да можно было рукой дотягиваться наверное вот это надо было подумать над этим потому что если ты в рабочей зоне находишься готовишь там завтрак обед ужин конечно ты можешь пройти дотянуться это не проблема но когда ты лег тебе стало жарко тебе надо убавить и ты должен потянуться до сюда и по эргономике конечно есть замечание ну и не хватает розеток розеточки допустим я поставил компьютер вот мы выезжали на спортивные сборы с ребенком чтобы далеко не кататься до отеля мы прямо вот у спортивного комплекса я поставил прицеп и мы в нем жили мне работали ну я работал да то есть я поставил компьютер розетка здесь находится вот где-то там за тобой по моему да вот она за шторами и при том что все розетки расположены на горизонтальных поверхностях как бы снизу вверх то есть это везде вот вот и тянется провод вот но здесь вот их нет если я поставил сюда ноутбук мне бы розетка по логике нужно было где-то вот здесь вот чтобы можно было дотянуться а получилось что провод у меня туда ребенок у меня пролазит под проводом чтобы сюда сесть вылазит забывает дергает его это не совсем удобно с этой стороны розетка находится даже не вот в зоне доступности а на противоположной стороне ну про это мы еще отдельно поговорим потому что там умывальник над ним розетка что может пригодиться электрическое умывальнике в раковине да это вот непонятно почему не с этой стороны потому что здесь то я могу хотя бы микроволновку поставить или там индукционную плиту да и мне вот здесь провод то нужен а не совершенно не там вот ну и здесь они нужны то же самое касается зарядки гаджетов да то есть все розетки 12 вольтовые опять же вот гнезда прикуриватель то что они расположены вот так если у тебя какое-то неудачное зарядное которое выпадывает ты его вставила но выпадывает то есть вот ну это хоть и маловероятно но на самом деле мы понимаем зачем сделано так то есть это с точки зрения безопасности что вот в такую розетку допустим ребенок ничего там уронить не может вот часто в розетке прикуриватель дети засовывают монетку розетка сгорает но должен быть некий как бы то есть не нужно уходить в абсолют также как со ступицами до комментарии восьмерочные ступицы можно в любой деревне купить но если у тебя в поле сломалась даже восьмерочная ступица до деревня к одному из роликов в предыдущем человек сделал комментарии он как бы себя обозначил как представитель изготовителя шасси этого прицепа и вот довод был обоснование почему установлена восьмерочная ступица потому что ее легко приобрести в любом месте нашей страны ну а если сломается например прицепное устройство которое стоит вероятность поломки такая же такая же точно как у ступицы то есть новый аргумент такой не выдерживаешь никакой критики ступицы дорогие друзья они чтобы их сломать это надо настолько я не знаю ну быстрее рычаг погоняться прицепное оторвется но ступица будет держать до последнего подшипник тоже закрытого типа но я не знаю случаев когда он у нового прицепа там на протяжении там обозримого какого-то да там даже десять лет чтобы он накрылся у меня был такой случай я его описывал что курганский прицеп который открытые подшипники были и который много лет стоял без движения до без движения возникла проблема новый прицеп на современной элементной базе на современных подшипниках то есть там мы смотрели разница что-то было там порядка там 20-25 тысяч ну как бы один процент от стоимости прицепа смешная экономия на при такой стоимости тут уж лучше и ступицу нормально вряд ли я заплатив 2 миллиона за прицеп будут думать о том чтобы у меня была ремонтно пригодная восьмерочная ступица мне гораздо лучше иметь удобство движения задним ходом чем ступицу которую я заменю в поле я в любом случае менять не буду я оставлю ступицу приглашу механика который мне брошу прицеп вызвала эвакуатор какие-то там тягач там даже что-то вот в остальном шикарный стол то есть у меня в европейском такого нет он все-таки покрепче ну и вообще вся мебель здесь покрепче то есть все внушает доверие мне вообще очень нравится этот прицеп мне нравится холодильник он компрессорный ничего не против ними абсорбационных но иногда бывало у меня так что либо газ прихватывала он прекращал горение и продукты таяли бывало так что краш сенсор на ходу срабатывал и отключал мне холодильник без предупреждения без предупреждения да и это не очень такие приятные моменты конечно можно спорить на эту тему на стоянке конечно же абсорбационный работает лучше в том плане что он не потребляет электричество никакого он работает на газу но опять же тоже преимущество но такое сомнительное если мы встаем куда-то даже если в лесу мы берем с собой генератор он все равно нужен потому что аккумуляторы в современном мире при таком количестве потребителей без которых на отдыхе уже нельзя не комфортно не комфортно до генератор он по-любому будет и можно и такой холодильник на аккумуляторах ночью в тишине он будет работать все нормально поэтому а на ходу тем более то есть она 12 вольт работает и забот никаких нет а с газом ты нервничаешь и даже в этом году был пример когда сгорел прицеп который возвращался с абуна феста слышал наверное такую не слышал у них загорелась ну загорелась от области холодильника то есть где-то там что-то произошло скорее всего там то есть у них не было видимо краш-центр может что-то нарушено было в плане безопасности то есть вполне возможно но он сгорел причины точные пока никто нигде не объявлял да поэтому пока мы не знаем по герметичности платьяного шкафа ну или шкафа для одежды вот в этом излишне излишняя герметичность излишняя герметичность потому что сейчас если прогрелся весь прицеп в этом шкафу очень холодно его открываешь оттуда прямо веет а ведь допустим как я собираюсь эксплуатировать я собираюсь ездить на горнолыжные курорты потому что у меня все дети катаются на лыжах и конечно иногда я хотел бы допустим на нем с ним ездить в нем жить и получается одежду если даже в европейском там очень теплое это помещение платьяного шкафа здесь она очень холодная он даже не просохнет а там прямо есть ну у них как правило трума стоит внизу и труба то горячая и проходит поэтому сушится здесь этого нет то же самое касается рундуков под кроватями под кроватями они тоже все не подогревают вот вот с чего мы начали что надо дорабатывать систему отопления надо дорабатывать систему и активного отопления путем разведения то есть воздуховодов отопитель достаточно производительные вот тут на все хватит в принципе и нужно делать вентиляционные отверстия во все ниши во все рундуки чтобы все везде проветривалась максимально ну а кто не знает вот европейских прицепах те которые с раздувом есть без раздува чистолетняя есть с раздувом все-таки они поинтереснее у них вот эта гофра она имеет проколы фарированы да то есть пока она идет допустим доза мой поток воздуха теплого идет внутри гофры но какой-то проценты из нее как бы в рундуки тоже попадая выходит и все везде более бак с водой находится вот как раз подо мной а в него вообще никакого теплого воздуха движения нет принципе то ничего сложного нет если подогреваемая будет подогревать объем бак до объем подогрева со сливом тут проблем нет он прямоточный все шланги они находятся внутри помещения то есть водой то можно пользоваться и зимой без проблем а на хранение это ее просто отпускаешь и все то есть идея это очень замечательные шикарные теплый прицеп хорошая печка достаточная герметичность но вот немножко не до не то продумано не да да и и теперь наверное мы расскажем что мы предполагаем сделать значит первое это конечно розетки в зоне доступности на 220 они нужны вот потом хотелось бы но это конечно это уже чисто хотелки это не претензии совершенно что-то типа телевизора потому что посмотреть даже вечером мультики почему бы нет если здесь поставить монитор наверное попробуем даю как как-то закрепиться здесь ну да или сверху или снизу что-то придумано потому что других мест тут наверное не очень много если крепить здесь маленький какой-то поворотные но сесть потолочные мы тоже не рассматриваем потому что потолочных сейчас мониторов на рынке нет какого-то приемлемого качества то есть это все-таки посредственно изделия но что-то будем думать ну тут тут и вот неудобно его даже крепить то потому что он очень компактный вот здесь хороший монитор я думаю имел бы место быть потому что можно посидеть посмотреть те же новости пусть он даже под наклоном стоит все равно смотреть можно до поставить оба ставочку сейчас антенны все цифровые они берут вообще в очень многих местах ну и по включателям освещения то есть конечно тут логика тоже очень непонятная ну понятно что вот эти выключателя романски да они традиционной можно дотянуться до посмотреть включить почитать и так далее насчет общего света да вот я очень долго искал где выключатель на на ту часть и опять не там смотришь то есть я тоже вот логика такая если здесь он стоит то там он напротив да но мы уже до него не дотянешь а то есть это интерьерный свет которым ты должен управлять и сидя и лежа но вот я сижу я полностью вытягиваю руку при том что сижу тут скорее если сижу ближе к стенке я вообще не дотянусь а я вообще не дотянусь я гораздо тебя меньше мы уж не мечтаем о проходных выключателях где там с одного места ты включила с другого места выключил это роскошь да ну вот расположение выключателей конечно спорно неоднозначно почему так непонятно наверное производителю стоит об этом поразмышлять подольше все-таки не от инженерных умозаключения надо идти а от потребности нет простоты реализации все-таки там где оно должно быть и где оно было бы удобно тем более реализация не такая уж и сложная да это интерьерный свет подсветка это не основное освещение которое ты допустим именно включаешь и выключаешь когда ты лежишь там тебе хочется почитать что-то еще там поделать лежа там ноутбук там еще что-то ну то есть ты должен этот свет иметь возможность включить выключить не вставая продолжение разговор об управлении отопителем там и так далее что свет розетки они выключатели все расположены не очень удобно и не очень функционально ну и выключатели наверное все таки можно было кемперовский сделать потому что вот эти да это стоят кнопки обычные 12 вольтовые псевдоавтомобильные приборные они конечно не очень удобны что клавиша очень маленькая в нее надо прицеливаться ну все решения они компромиссные то есть вот кроме садат не нужны вот совершенно это все-таки уютный хороший караванчик и поэтому но тем более он не стоит дешево то есть он не сделан по обходной технологии там из отходов производства и так далее то есть он сделан дорого-богато как ни крути все-таки тут и мебель хорошие и материалы хорошие то есть и сама технология изготовления корпуса и шасси как бы на река но вот на таких мелочах они вообще восхищают на самом деле вот такой прицеп кроме наверное наших производителей европейцы это не делают ну кроме австралийцев там они очень тяжелые здесь 750 килограмм все-таки укладывается то есть это доступен любому человеку ленивому наверное кто не захотел категорию сдавать но я ее сдал вот все хорошо окна замечательные герметичные хорошие все отлично но какие-то мелочи они немножечко так которые прям не ложка прям кружка дегтя в маленькой бочке меда света не хватает очень сильно не хватает мне света задней части да потому что когда заходишь в него ты в потемках здесь светильник один хороший мощный но он единственный и другого никакого нет в задней части почему там лента светодиодная не до конца тоже непонятно ну ладно так ну что вот как видите в передней части все светло хорошо переходим в заднюю часть ну конечно от люка идет дневной свет но здесь довольно таки темно даже обуться если допустим закрыть ну мрачновато если здесь сделать еще полосочку светодиодов я думаю хуже не будет конечно есть здесь выключатель но он не дает того нужного объема света чтобы освещать тоже зону эта подсветка тоже такая большая интерьерная да то есть темновато в этой части конечно же темновато есть светильники на каждой кровати да они есть но это уже когда лежишь а когда я пришел ну то есть зона возле двери никак не освещена и повесить одежду ну то есть просто разительная разница освещение надо столом и в задней части уровень освещенности надо надо добавить как ни крути надо добавить ну и по розеточки вот видите розетка здесь есть находится а вот и раковина если я здесь ставлю микроволновку я ее ставлю она у меня есть то для нее у меня здесь розетки нет она есть здесь и на противоположном борту и больше нету но это мы все будем поправлять то есть и такой перфекционизм не надо что все было идеально и что смогу конечно я при помощи романа постараюсь реализовать потому что прицеп не очень еще раз повторю очень сильно нравится хочется эксплуатировать его округло и долго до эксплуатирую я все свои прицепы у меня их около девяти по моему штук вот очень активно ну в основном это грузовые но сажирских пара 2 работе которые используются вот и вот я вот сижу наблюдаю что камера болтается это разговора во подвеске то есть прицеп сейчас не данным на домкратах он просто на шоссе очень не закреплен на крыш прицепной надо на автомобиль зацеплен домкраты не установлены вот мы просто сидим махаем тут руками не очень активно но при этом у нас стоит хороший штатив но камера у нас болтается что прицеп при любом изменении тут чего-либо положение тела он шевелится подвеска очень мягкая это же хорошо мягкая подвеска вот я говорю я еду я даже не заморачивайся я просто еду какие машина быстро если ехать ну быстро вот решение всему прицеп раскачивать можешь реализовать да вот как бы независимая подвеска но почему нет стабилизатора тем более назвать его полностью оффроудным тоже нельзя потому что он все-таки производителя позиционирует ну легкий оффроуд тогда на паркетники на паркетники можно все остальное наверное тут не стоит надеяться на это потому что и стеклопластик это все-таки достаточно хрупкая конструкция и снизу он ничем не защищен поэтому наверное не стоит по глубоким колеям ездить но позволить он может гораздо больше чем европеец поэтому на нем я собираюсь леста выезжать заберусь все-таки в дебри но и стеклопластик как ты мне говоришь он ремонтопригоден абсолютно абсолютно ремонтопригоден это мы пока не знаем какой там сделан каркас к сожалению вот как бы из чего там то есть или там и сброска деревянного или там из фанеры что-то склеено то есть на какую каркасу прицепа в одном месте как раз проглядывает снаружи я заметил но видимо дефектом в вакуумной прессовки но все равно какой материал используется непонятно будем изучать будем изучать в процессе эксплуатации будем дорабатывать то есть в целом как бы у нас и ульи и у меня как производители производителя работ подрядчика так скажем впечатление радужные но с оговорочками ну еще вот хочу сказать очень большой плюс это душевой вот этот модуль да прям вообще сделано очень хорошо это ни один европея не может герметичностью даже похвастаться то есть как ни крути есть места примыкания здесь прямо все герметично в дороге это очень важно душевой отсек очень теплый конечно выключатель настолько высоко расположен понятно что компромиссное решение но как мои дети должны достать до него он находится под потолком это конечно сложно очень здесь тепло вывод горячего воздуха есть душевой поддон просто отличный очень крепкий вообще все здесь сделано идеально все очень герметично идеально очень высоко конечно так как поддон внизу до унитаза для детей конечно высоковато но ни одной полочки нет то есть даже повешать что-то надо мне крючки приклеивать я в расстоятельных выбирать искать да и полочки бы конечно под шампунь тот же не мешало ну и очень высоко поставлен сам туалет ну я ладно справляюсь а детям это конечно тяжело приходится помогать да ну они справляются да но они залазят как на коня на него ну это тоже больше придирки чем понятное дело что это компромиссный вариант какой-то и приходится опять же шишки набивать в процессе за счет потребителя опять же дали бы мне его бесплатно я бы все это с удовольствием бы эксплуатировал и рассказывал бы но тут вот за свой счет поэтому ну ничего лучшего на сегодняшний момент я наверное пока ну ты же мониторил да и конечно я очень долго выбирал я очень много насмотрелся да то есть пока вот это до 750 килограмм очень вместительный при таких размерах с хорошей эргономикой да ну кроме вот когда грехов там с выключателями еще какими-то вещами в целом очень круто шикарные кровати которые держат большой вес рундуки в принципе удобный ну опять же для меня так как у меня лыжи мне удобно их снаружи ну то что есть люк да и есть люк снаружи до единственное конечно подогрев и какой-то поддончик там поставить чтобы они допустим снег не избежал не до чтобы там не оставался вот это и конечно но это это все мелочи это я все сделаю в остальном конечно очень теплый туалет потому что туда выходит прямо близко с отопителем сразу сопла выходит туалет поэтому там прямо баня этого вообще очень круто то есть покатался зимой на лыжах принял душ бака тут достаточно мы вот два дня жили мы даже его и не прикончили дом хотя приняли душ ну мы уже умеем экономно очень принимать то есть мы опыт да опыт уже есть но тем не менее 75 литров нам хватило еще осталось ни в чем тебе не отказывали так что основные нарекания у нас вот по получается ну как бы обоюдный именно по инженерным системам ну вот то самое что нам не очень нравится мне не нравится прям очень сильно это левый рундук под диваном вот сами вы можете видеть как здесь все размещено скомпоновано то есть аккумулятор отопитель подогреватель воды как это все тут излишне свободно излишне все размазано по объему рундука то есть вот эти вот коллектора конечно тоже мне не нравится прямо скажем их расположение мне не нравится в этом мы будем все переделывать то есть нельзя в караване в автодоме нельзя так широко толстой кистью размазывать оборудование по объему то есть все всегда стремятся сделать все максимально компактно максимально использовать объем прицепа там автодома неважно но так конечно делать нельзя это вот к вопросу о том что писал я в одном комментарии что шасси сделал для одни люди корпус и мебель сделали вторые люди инженерка устанавливали третьи люди которым как там написал один человек не выдали зарплату в этом месте они так и сработали вот то есть здесь мы все будем переделывать вот этот тройник это забор воздуха как раз для работы отопителя который с помощью вот этого переключателя можно сделать или циркуляцию то есть подогрев циркуляцию воздуха внутри прицепа или забор воздуха с улицы вот то что мы как бы первое изменение которое мы внесли аккумулятор неизвестного производителя но это gm тяговый аккумулятор тоже не очень хорошо он расположен ну это меня как инженера как бы немножко возмущает но мы это все переделаем исправим как закреплена проводка там заделка проводов это конечно не очень хорошо все сделаны как он закреплен вообще то есть ремень продет под речкой речка прикручена двумя саморезиками аккумулятор весит я не знаю там 20 плюс килограмм и оторвать вот это все как бы у него не составит сложности и мы это проходили на европейском прицепе в ильи аккумулятор убегал и бегал по прицепу практически гулял где хотел там было сделано аналогичным способом но это европейская тема они сильно забездорожит и не заморачивая что еще вот или поверни сюда это блок питания 220 12 вольт обычный драйвер для светодиодной подсветки грубо говоря вот этот блок является блоком питания всей 12 вольтовой сети то есть на него нагружено все и он работает при случае когда подключено внешнее питание 220 вольт прицепу но менеджеры которые продавали прицеп они заявили что вот это устройство она же является и зарядным устройством для аккумулятора что тоже как вызывает только усмешку он выдает четко 12 вольт 12 вольтовый выход блока питания нагружен на аккумулятор то есть они вместе параллельно питают бортовую сеть соответственно когда аккумулятор заряжен например и в прицепе все выключено аккумулятор заряжается от тягача худо бедно но заряжается потихонечку то что проводка сечения проводов тоже слабоватая до него доходит далеко там не напряжение которые в тягаче а там какая-то от него часть но он заряжается мы это проверяли вот если он заряжен нормально там 12 8 12 9 там 13 вольт и подключается береговое то вместо того чтобы заряжаться отдыхать и не участвовать в питании прицепа он разряжается и он будет отжаться до уровня 12 вольт то есть до уровня напряжения блока питания есть такое мнение что 12 вольт для аккумулятора и джем это порядка остаточная емкость там 25 процентов ну плюс минус то есть фактически пока он не разрядится почти полностью он будет питать все при том что прицепом подключен к внешней розетке вот чтобы зарядить нужно отцепить клеммы да то есть его нужно отцепить и накинуть зарядное внешне то есть самому взять его крутить ключиком до покрутить ключиком сюда как-то залезть протянуть провод то есть согнать всех людей с этого дивана провод протянуть тут нормально нельзя его будет пережимать то есть это как бы уже все обслуживание аккумулятора это такое состояние что ты не можешь эксплуатировать но аккумулятор поставлен на убой да то есть он будет постоянно разряженный он будет постоянно терять емкость и там через я не знаю два три года при хорошем случае его можно выкинуть то есть электросхема собрано просто неправильно не грамотно непрофессионально и каким словом еще назвать я не знаю то есть и нельзя называть блок питания для светодиодных лет зарядным устройством для аккумулятора но это вопиющее как бы я считаю он поддержит если он подняли вообще если аккумулятор разряжен меньше 12 до вот этот блок питания в меру силы возможности будет его конечно подзаряжать ну 12 вольт аккумулятора это уже все при том что нормальные схемы работы вот берегового питания предполагают что когда ты подключил прицеп к розетке 220 вольт аккумулятор расходный отключается и начинает заряжаться а все потребители 220 и 12 вольт они питаются от блоков питания аккумулятор должен вот тут момент именно принципиальный должна происходить коммутация ты только воткнул розетку 220 вольт аккумулятор должен от электросети отключаться все мы это сделаем но как бы я удивлен что это не сделано производителем что как бы вот еще раз повторю ты куда-то приехал подключил прицеп генератору там к розетке в кемпинге еще где-то там но ты подключил к стабильному нормальному напряжению 220 вольт и предполагаю что у тебя аккумулятор заряжается а на самом деле нет он продолжает разряжаться и будет разряжаться до четверти ну примерно своей емкости ну и вот технический отсек еще под платильным шкафом где у нас коммутированное электрооборудование тут у меня замечание какого плана у меня есть электросхема этого прицепа нам ее предоставил производитель непонятно зачем они продублировали предохранители сигнализации световой прицепа то есть вот нижняя колодка вот эту это предохранители на габариты повороты стоп-сигналы то есть зачем продублированы предохранители вот эти непонятно все мы знаю что эти сети защищены всегда в тягаче то есть в автомобиле зачем продублировали вот тоже непонятно то есть вы завели сюда проводку взяли за это тоже деньги монтаж как бы открытый тоже мне не нравится ну вот зачем то сделали здесь автоматы на розетке 220 вольт и на бойлер это как бы ну все более менее 78 можно как бы принять выключатель массы ну просто ну неудобном месте на мой взгляд то есть когда покидает покидает владелец прицеп он должен тут нагнуться далеко куда-то сильно и выключить массу ну спорное решение но опять же это на хранение поэтому на самом деле претензий ты к этому включателю не особо и много то есть ты уходишь выключил за ну да по большому счету да это как уже такая вкусовщина на колодка излишняя за которую да то есть он вкладывается в цену да она вот наверное если произошла какая-то беда там ну здесь светодиодная вся оптика но с фонарем допустим там что-то он разрушился в результате чего-нибудь и все-таки сгорел предохранитель владелец будет вынужден искать какой предохранитель или в этой колодке или в машине то есть это одна цепь на которая висит по два предохранителя непонятно зачем это правый рундук под диваном здесь установлен бак для воды 75 литров ну установлен и установлен ну да тут тоже не оптимально используется пространство то есть бак можно было сдвинуть бы вперед здесь можно вот в этой части выгородить может быть какой-то тоже объем для чего-то чтобы это эксплуатировалось потому что рундук большой большое место пустое вот там внутри ну там надо как раз сделать чтобы немножко воздух ходил чтобы и бак даромился там мы он не они не скажем что это это хорошо он не промерзнет ну может быть центре помещения ну и как бы тоже тут качество изготовления проводки ну как у европейцев там тоже самое надо стремиться к лучшему ну есть и есть ну здесь да ну конечно можно было и уголками вот это все сделать и и да пока он полностью то как набираться будет будет играться нет не будет тоже вот только что мы обратили внимание что-то мы раньше на это не смотрели большого диаметра шланг это забыл заправка водой через головину на борту а вот это сброс воздуха и вот смотрите они сделаны на одном уровне то есть фактически там 5 сантиметров по высоте бака никогда не будут заполнены водой хотя вот если поставить сброс воздуха из бака верхнюю поверхность здесь высоты до крышки рундука как бы позволяет здесь можно сделать штуцер если бы воздух сбрасывался с верхней точки горловина у нас немножко повыше он бы заполнялся тогда полностью но друзья мы постарались произвести какой-то конечно не наверное несколько затянувшийся обзор хотела для хотели сделать критические он получился не совсем критически но действительно прицеп достойный и это не рекламные какие-то слова это объективная оценка потому что мы оба сталкиваемся с разными прицепами я имею опыт постройки и катеров и яхт в прошлом то есть я представляю как это все делается как что можно сделать из стеклопластика какие он имеет свойства как делается мебель как делается мебель которая является несущей конструкцией то есть здесь в принципе во многом эти все как бы нюансы учтены и реализованы то есть прицеп весьма весьма неплохо если вдруг у кого-то из вас возникнет желание приобрести этот прицеп надо быть готовым вот к этим всем нюансом недочетом то есть самый большой нюанс и недочет это именно я считаю движение задним ходом которая ну которого нет прям критично до движения задним ходом которого нет то есть тормоз наката есть но движение задним ходом по умолчанию и что самое то производитель ничего не предлагает никаких решений но даже не предупредил даже не предупредил да что есть вообще такая особенность технологического прицепа это был очень большой нежданчик причем илья же рассказывал что он встречался с представителем производителя на фестивале в этом году на обо на я создавал им этот критический вопрос и сами там менеджеры представители официальные компании производителя ничего умного как бы ну какого-то решения такого готового они предложить не смогли сказали ну вот так и все как бы вставляйте отвертку первый был ответ вставляйте отвертку да а куда вставляет там ни одного сквозного отверстия не было вставлять до вставлять было некуда и до сих пор как бы никакого полгода прицепа никакого ответа так и не последовало никакого решения не последовало ну учитывая вставлять и отвертку мы вставили в виде болта да то есть просверлили отверстие как бы вымерили где его надо там ставить чтоб все нормально работал но конечно может быть мы придем к какого-то я думаю я изменили ступицу таки замены ступица изменения не нужны ступицы да я не хочу вот ну реально остановился тебе надо ненадолго назад сдать и ты должен во первых выбежать дернуть рычаг чуть-чуть сдвинуться вперед до что прослабить напряжение вставить болт опять запрыгнуть машину в это время все стоят на тебя и смотрят да и кто-то там сигналит но друзья на прицепе написано огромными буквами но раньше было написано что сделано в россии импортозамещение там и все такое и становится обидно за отечественного производителя но я думаю что это детские болезни это все временно ну и наверняка жалко нет отзывной кампании мы верим что производитель над этим работает мы будем надеяться что может быть этот ролик каким-то образом пойдет на глаза производителям или там людям которые относятся к производству этого прицепа может быть из наших мыслей что-то будет взято на вооружение применено в дальнейшем потому что мы с Ильей всяко ратуем и болеем за производство отечественных прицепов за развитие караванинга в россии однозначно за активный отдых да нет на самом деле автомобильном путешествии с таким комфортом в караванах это очень круто поэтому друзья приобретайте прицепы путешествие приобретайте до прицепы именно у отечественного производителя потому что надо действительно развивать эту тему потому что если чем больше будет владельцев прицепов тем больше будет стоянок потому что стоянка это очень круто вот мы были в краснодарском крае на одной стоянок не не могу сейчас вспомнить возможно если надо будет напишу в комментариях ну очень сильно понравилось есть розетка есть вода подключился все даже куда вылить да есть куда вылить хороший слив то есть ну все очень продумано поэтому стоянки нужны и они будут развиваться если будет развиваться караванинга и на них будет спрос и люди будут согласны за это платить за этот сервис какие-то определенные деньги но за сервис люди готовы платить за удобство потому что традиционное путешествие с палатками ими занимаются одни люди но есть люди которые хотят иметь комфорт возить его с собой и получать сервис на месте отдыха вот да поэтому покупайте караваны и путешествуйте всем спасибо до свидания до свидания